Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Одно из песнопений замечательного праздника Рождества Христова, которое мы все сейчас празднуем, говорит о замечательной встрече Господа Иисуса со стороны Его творения. И обращается к нам с вопросом, «Что Тебе принесем Христе? Яко явился и Синной Земли, яко человек нас ради». То есть Христос приходит как человек, не просто как какая-то случайность, это замысел Божий ради нас, чтобы приблизиться к нам, чтобы мы его лучше узнавали. Далекий Бог, конечно, вызывает у нас поклонение, страх, любовь через прекрасное творение. Но Господь переходит именно к каждому из нас, чтобы мы и далее, и далее возрастали в познании Господа, возрастали в таком союзе, контакте с Ним. И далее слова такие. «Каждая от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит». Каждая из Тобою сотворенных тварей переносит благодарность. И далее разъясняется это поэтическое произведение. «Ангелы пения». Мы читаем про то, как пастухам около Мифлеема явились ангелы и воспевали славу Божию. «Небеса звезду», то есть творение, даже космос, даёт знать людям о пришествии Христа, тоже возвещает об этом и как бы с благодарностью реагирует на это событие, указывает волхвам здесь, с дочётом, указывает вот это событие, переход в мир великого царя, Бога. «Небеса звезду», волхвы дары, то есть на вот этот знак звезды, волхвы приносят родившемуся царю свои приношения золото, как царю, ладан, как Богу, и смирну, как человеку, который призван умереть, а потом воскреснуть. Пастыри чудо. Вот не очень понятные слова. Это те пастыри, которые пасли в стадо овец возле Мифлеема. И они увидели это явление ангел, увидели, услышали этот голос. «Ныне родился вам Спаситель, который есть Христос», то есть Спаситель. И они не остались просто там, а пошли в Мифлеем посмотреть, что произошло. И всем людям, которые там были, и в том числе и Марии, рассказали об этом видении, пробуждая и укрепляя в них веру. Земля – вертеп. То есть даже земля приносит это убежище Иосифу и Марии, поскольку не нашлось места в гостинице, мир как бы затворил двери от них, но земля открывает для них этот вертеп – пещеру. Ертеп – это церковнославянское слово, в переводе на русский означает «пещера». Пустыня Ясли – такой тоже поэтический образ, как пустыня, которая окружает весь маленький городок Ифлеем. И тем не менее она тоже отвечает тем, что кормушка для скота, куда складывает Мария, и кладет младенца за неимением детской кроватки. И с тех пор слово Ясли стало для нас употребляться именно как место для младенцев. Когда мы говорим, что мы отдали ребенка, там отнесли в Ясли, это не значит, что в кормушку для скота. Это значит, какое-то учреждение, где будет тепло, где о младенце будут заводиться, кормить и так далее. И далее слова «мы же Матерь Деву». Мы же, то есть мы с вами, мы люди, что мы приносим. От нас Дева Мария, Дева, которая восприняла благовестие, ангельское слово, которая через это стала Матерью Бога, Матерью Мессии. И вот это всё есть дар наш, человеческий дар, наш человеческий ответ. И вот эти последние слова, они особенно значимы для нашего храма, потому что центральный престол нашего храма посвящен именно благовещию. Вот слева от вас находится икона Божьей Матери перед царскими вратами, вот этими, где как раз ангел возвещает Деве Марии эту удивительную вещь. Вот ты зачнёшь от Духа Святаго, родишь Сына, и он будет возвыситься и унаследует престол Давида, правца его. И Мария отвечает согласием. И вот это согласие, оно и даёт возможность соединиться божественной природе и человеческой. И в этом соединении к нам приходит Спаситель мира, Господь Иисус Христос. И если мы вернёмся к первой строке этого песнопения, то мы опять прочтём слова. Что тебе принесем? Принесём Христос. Яко явился Сына земли, яко человек, нас ради. Пришёл на землю, нас ради человек. И понятно, что мы, вслед за Божьей Матерью, можем принести только благодарность и, главное, открытость действий Святого Духа. Как Дева Мария сказала, «Сероба Господня добудет мне послово Твоему». То есть да, пусть Дух Святой войдёт в меня. И мы видим, что вслед за ней и апостолы получают благодать Святого Духа. Когда Иисус прощается с ними на тайной вечере, Он говорит, что Он уходит, но не оставит вас сиротами, то есть без отца, без матери. Вот. А пошлёт благодать Святого Духа, пошлёт утешителя, который напомнит вам всё, что я говорил вам. Потому что от меня возьмёт и передаст вам. И вот для нас, в нашей христианской жизни, очень важное, центральное значение тоже имеет вот это получение благодати Святого Духа. Не случайно, каждому литвословию, каждое какое-то важное дело, мы начинаем с молитвы Святого Духа. «Переди и вселись в нас и очись от всякой скверны». Там есть слова, которые нуждаются в уточнении Царю Небесную утешителю, то есть вот то самое, о чём говорит Христос, Дух истины. И же везде и вся исполняет. Не нужно думать, что исполняет, значит, что попросил, вот Он всё сделает. Нет. Исполняет тот наполняющий. Здесь надо об этом помнить, потому что есть некоторые слова, которые называются «ложные друзья переводчика», которые по-русски значат другое, не совпадают с церковнославянским, но означают совсем другое. Исполнить – это значит пополнить, это значит выполнить. Когда мы говорим «исполнив вечернюю молитву нашу Господи», мы говорим именно «исполним, выполним нашу вечернюю молитву». Так вот, действие Святого Духа – это именно то, что позволяет в нас вселяться Христу, как Он вселился по действию Святого Духа в Деву Марию, рождаться в нас Христу, о чём мы тоже часто говорим в этот праздник, чтобы Христос родился в каждом из нас, и чтобы мы могли, как апостол Павел, будучи в такой любви, радости, соединяться с Богом, могли тоже, хотя бы в малой мере, сказать, как говорил апостол, «Не я живу, но живёт во мне Христос». Вот. А как это сделать? Что это такое? Здесь много на эту тему можно говорить, об этом написаны, наверное, в библиотеке книг, но думаю, что одно из самых, может быть, кратких наставлений есть в послании Галата, в пятой главе. Где апостол Павел говорит о делах плоти и плодах Духа. И вот по плодам мы как раз и можем узнавать какое-то вдохновение, что это, просто наше эмоциональное возбуждение, или это действительно действие Святого Духа. По плодам узнаете их. И замечательные слова, говорит апостол, плод же Духа, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот этот набор наших внутренних душевных и духовных состояний говорит именно о том, что Дух Святой нам помогает войти в это. И тогда мы переживаем действительно радость бытия. Мы начинаем осознавать, что мы не просто какие-то случайные люди, что-то там не удалось, что-то не сделали, все. Вот не каждому надо становиться за именитостью, не каждому надо становиться какими-то необычайными людьми. Первое место в мире, знаете, нередко говорится, что первые могут стать последними. Но вот простить Духа и получать Его плоды доступно для каждого из нас. Для каждого из нас доступны любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Будем об этом просить, об этом молиться и по этим наличию этих плодов, хотя бы, пусть, конечно, не всех, но хотя бы части из них будем благодарить Господа и понимать, что и в нас тоже, в нашем сердце родился Господь Иисус Христос. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok